События начинают серию специальных репортажей о тех, кто ковал Великую Победу. Сегодня героем нашего сюжета стал Сергей Дадамянц, командир третьей батареи, стоявший у истоков освоения зенитно-ракетной техники в годы войны. Яна Имакаева продолжит. Гири на полке у него не пылятся, и теперь в 97 лет Сергей Дадамянц, пусть не так много, как раньше, но регулярно занимается физкультурой. Без нее, шутит, столько не прожить. Сколько раз можете? Раз в 10. Зарядка по утрам – армейская привычка. Сергей Дадамянц пополнил солдатские ряды в 1940-м. Служил в Ленинакане, это Армения. Там же, на границе с Турцией, его, 20-летнего юношу, настигло известие о войне. Турцию могла, так сказать, поддержать, Германию там были. И там нас держали, все время держали. На фронт, на фронт, на фронт, на фронт. И был приказ Сталина, всех имеющих среднее образование, в училище. Так Сергей Дадамянц оказался в училище зенитной артиллерии и только после окончания пятимесячных курсов отправился на фронт. Он был среди первых, кто в бою использовал новейшие для того времени пулеметы и комплексы противовоздушной обороны. Сам запоминающий, это в ночь 19 на 20 июня 44-го года на Восокольнике ночной бой был. Ну, заградительный огонь в основном был. Два часа длился этот бой. Батареи в то время выпустило 220 снарядов. Пушки так накалялись, что накат даже не осуществлялся. Он будто не здесь, а снова там, на фронте. Командир батареи ведет огонь по самолетам врага, защищая поезд, советской техникой и войсками. В том же 44-м в Новосокольниках он познакомился с медсестрой Валей Кулагиной. Вспоминая о ней, ветеран, кажется, вновь влюбился. Красивая была женщина, стройная. Женились. Командир дивизиона свадьбу устроил, офицеры были все. Он был доволен этим. И вот в марте месяце сказали, что в Польшу едем. Она говорит, я беременна. Жену Сергей Дадамянс одну не оставил. День победы супруги встретили вместе в Польше. А после рука об руку прошли через тяготы военной службы. Сергей Дадамянс посвятил свою жизнь армии. В 66-м он возглавил легендарный дивизион, который с шестью годами ранее сбил самолет американского разведчика Пауэрса в небе над Средним Уралом. Первой ракетой осколками отрубил ему хвост. Он был неуправляемый. Ему была задача все это снять, а потом, значит, или яд принять, или застрелиться. Он не того, не другое. Он открыл, значит, селяж и опустился. И сегодня Сергей Дадамянс держит руку на пульсе. Бои на Украине, война в Сирии, дело Скрипалей. Обо всем этом он узнает из газеты и радио. Телевизор, признается, не жалует. Но репортаж событий обещал посмотреть. Попросил только много не расписывать. Героям себя упорно не признает. Война поломала судьбы миллионов и миллионов людей. Лучшие люди погибли. Мне повезло, откровенно скажу, повезло. Яна Юмакаева, Андрей Полякушин. События ОТВ.